Приветствую вас, Виталий. Давайте разберём ваш вопрос, который вы написали, вот, и попробуем вам, собственно говоря, помочь, да? Итак, с девочкой в отношениях год всё было очень хорошо, как это бывает в начале? Ну, очень хорошо, что бывает, очень хорошо эта оценка, вот, и на оценку располагаться, на мой взгляд, не стоит, то есть, если, например, вы считали, что всё хорошо, то это абсолютно не значит, что это действительно так, к сожалению, и очевидно, что если вы думаете, что всё здорово, если вы считаете, что всё здорово, то это совершенно не означает, что на самом деле ситуация такая, вот, поэтому то, что вы говорите, что всё хорошо, ну, для меня это звучит просто как, ваша оценка, вот, которая может быть как правой, то есть, как верной, так и неверной, к сожалению, к сожалению. Вот, ну и, в целом, мне кажется, для оценки отношений, для характеристики отношений, весьма мало информации, когда вы говорите, что в целом всё было хорошо. Так, разница по возрасту, я на 15 лет старше, не 25, ну, соответственно, да, если вы старше на 15 лет, то это большая разница в возрасте, и она имеет, вероятно, свои психологические основы, то есть, почему-то вы выбрали девочку старше себя, ой, младше себя, простите, на 15 лет, вот. Вот вы есть причины, на этом, в том числе, основываются ваши отношения, на этом, на этом, в том числе, видится то, как вы её воспринимаете, к сожалению, вот, даже если вы этого не хотите, даже если вам кажется, что всё не так, всё равно. Разница в возрасте всегда влияет, такая большая, тем более, тем более, вот. В отце, может быть, вы ей и не годитесь, но, разница в возрасте большая. Соответственно, нужно определить, насколько она влияет, эта разница на ваше восприятие девочки и на ваше восповедение с ней. Забегая чуть вперёд, я бы хотел сказать, что вы говорили о том, что у вас два брака, было и два брака, соответственно, рассталось. Соответственно, здесь имеет место быть сценарное поведение, скорее всего, там ещё, ну, случайно, случайно два брака не распадаются. То есть, если вы, условно говоря, если вы два раза разводились, значит, на то есть причины, и эти причины, в том числе, касаются вас. То есть, эти причины, в том числе, касаются того, как вы себя ведёте, ну, как вы себя позиционируете вообще, вот. С женщинами, со своими женами, как вы позиционируете себя в качестве мужчины, мужа. Так, она живёт с мамой и дочкой от первого брака, хотя есть ещё дом, в котором живёт её отец, они едут по выходным к нему все вместе. Родители её не в разводе, я разведён дважды, у меня, у обоих детей, у меня двое. Ну, соответственно, да? Тут нужно понимать, э, историю ваших разводов. Обязательно. Разобраться в этом. Обязательно. Проанализировать, э, причины, причины, причины развода. Обязательно. То есть, это необходимо сделать. Знаете, это необходимо сделать, если вы хотите выстроить всё-таки гармоничное отношение. Вот. А сейчас, ну, сейчас вы просто двигаетесь, по сути, в любую. Просто. Вот. Дальше. Вот так. Я разведён так. Очень проникся, как её семье, ведь я помогал присутствовать на совместных присутствовалах, на совместных мероприятиях. Заботился о них, играл с её ребёнком, как со своим. Вы говорите, очень проникся её семьёй. Вот. Я не то, чтобы, вас, как-то, обвиняю. Ни в коем случае. Скорее, меня интересует, вот этот момент, э, спроникся. То есть, э, что вы вкладываете в это? В, э, то, что вы, вот, прониклись, собственно говоря, в люди. То есть, ну, какие-то вы чувства, э, испытывали. Её семья. Может быть, вам, э, семья, э, ну, вот, её семья, э, давала что-то. Ну, вот. Э, если, это так, то, очень важно, здесь, понять, э, что конкретно, давала семья, э, вам, видела. То есть, это, выглядел, выглядел, просто, как, вот, знаете, как, э, ну, своего рода, э, такая вот, как тяга. То есть, вы, вот, э, стали, ну, зависеть, э, э, в какой-то степени, от, э, э, семьи. Вот. Наши, далее, вы пишите, что, э, играли с ребёнком, э, э, как, со своим. Ну, тут, э, э, тоже, э, э, ну, тут, тоже, нужны, такие, такие, знаете, э, э, тонкости, тонкости, своего рода. Да? То есть, э, что вы вкладываете в это понятие, как, как, со своим, допустим. Дальше. Э, э, так, последние несколько месяцев, возникали, конфликтные ситуации, на пустом месте. Э, э, и вы, в эти, конфликтные, конфликтные, ситуации, безусловно, э, вносили, свой вклад. Вносили, и, э, э, и вносили, свой вклад. Нужно определить, что это, да, что это за вклад. Потому что, ситуации сами по себе, конфликтные, и любые другие, не возникают. Есть ваша, личная, за это, ответственность. Вопрос, заключается только в том, какая, какая, как предметно она, на эту ответственность, раскрывается. Я заметил, что она не воспоминает критику, с моей стороны, никакое повышение тона не воспринимает. И вот эта манера общения со своей мамой ежедневно конфликтует гораздо сильнее. Возможно, эта манера общения такая или привычка не стоит меня, вот на логичневые титула составят врагом народа всегда. Ну, здесь, вы, во-первых, всегда выставляете жертвы, то есть, что вот с меня ставят врагом народа, хотя, вы, э, как я уже сказал, ответственны за конфликты, вам не для себя ответственности разобраться, потому что, вы говорите, я не знаю, что на меня нашло, вот, что-то я сказал, вот, то есть, ну, для 40-летнего мужчины, ну, несколько странно считать, что я не знаю, что на меня нашло, вот, это, как минимум, говорит о вашей неосознанности, несознательности, э, несознательности вашего поведения. Соответственно, как вы можете устраивать отношения к отношению. вот, что касается невосприятия, э, невосприимчивости, э, критики, э, ну, вот, девушкой, э, то, я не очень понимаю, вообще, что на что критиковат. То есть, э, почти каждый человек на критику будет реагировать, ну, мягко говоря, негативно. вот, то есть, почему вы считаете, что можете критиковать, э, девушку, э, потому что вы, даже, еще не муж, а ее. У меня, в некоторой степени, загадка. Вот. То есть, ну, вы можете высказывать свое мнение, по какому-то вопросу, можете высказывать, э, ну, к примеру, чего вы хотите, чего вы хотите. Э, вы можете тут сказать, безусловно. Но, критиковать, зачем, вот, зачем критиковать, да, чего, с какой целью. Вот, на этот вопрос, я полагаю вам, э, также, вот, нужно, найти, ответ, потому что, это, крайне, ну, крайне важная история. Вот. По моему, по крайней мере, по крайней мере, по моему, по крайней мере, мнению. Вот. Понимаете? О чем, идет речь, здесь. Дальше. Ну что, что касается, ее отношения к нам, это, как раз-таки, борьба. То есть, постоянная борьба, это, постоянные нападки, какие-то, и прочее, прочее. Эм, так, значит, э, мама, у нее, определенный человек, девушка, зависимая от нее, в материальном плане, и не идет, не идет от трех слова. А это, причем, надо постоянно указывать, что, как делать, вмешиваясь в воспитании ребенка, будто бы две мамы, на этом фоне, у них нет личности, конфликты, и споры. Но в итоге, потрех на слово, мама, она не пойдет. А к чему вы это написали? То есть, ну, как это, к вашей проблеме относится? Наверное, еще в знакомстве, она сидела дома с ребенком, через полгода, мама устроила ее на работе, и еще через 6 месяцев предложила себя в организацию. В общем, они везде и все вместе, и на работе, и думая по делам. За два дня до того, как, что, сделал предложение, мы примирились. А, с одного дня до того, как я сделал предложение, мы примирились. А, из-за чего поругаться-то? Я не был прав, зацепил ее словами, не знаю, о чем думал тогда, что у меня на свободе, с этим нужно разобраться, это первая проблема, которую вам нужно решить. ключевая, потому что, на вас не может что-то, что-то находить. То есть, есть, и нужно найти конкретную причину, и ее проработать. А, так, я сделал ей предложение, на год отношения, она с радостью приняла, побежала хватать к нам. Спустя в неделе, произошла ситуация непонимания, произошел конфликт. Опять же, в конфликте, участвовать вы оба. И, ваши ответственницы, в Италии, я готов был разобрать. Именно ваши. Я просто, без объяснений, молчала больше часа дня, при этом, телефон был выключен. Я стал признавать, из-за чего писать о СМС, а учебный телефон меня в зоне действия. Потом она вышла на ответ, сказал, что телефон сел. И, на этом молчала. Я пополнился, что что-то случилось, но затем-то обидно, она ответила, что я была занята, хотя сюда делилась в планы. Мы часто, например, ходили по делам, втроём, или ещё с её маленькой дочкой. В тот день, произошёл конфликт, и она перестала взяться. Из-за чего конфликт произошёл? В чём конфликт был? Почему вы не раскрываете причину конфликта, и свою, вот свою собственную историю, в свою собственную ситуацию? Эм, так, значит, она перестала взяться, так, уже прошёл, уже замолчая не пишет. Уже прошёл месяц, она то блокировала за этот перевод, то разблокируется. Она не пишет, но на эту метод вычитает бред, как пару раз, либо читает новости. Я пытался с ней поговорить, но она не пускает к встрече. Ну, если есть ощущение, что вы не говорите о том, о чём, ну, что хочется, то хочется нам. То есть, эм, есть ощущение, что девочка от вас чего-то ждёт. Есть ощущение, что она ждёт от вас какого-то поведения. Так, а, значит, пытался мириться после два дня после 40 честно. Мы года общались как семья, создали с вами, нет, мы не были семьёй. Только сели в породень, теперь такой, такой, будто чужой. Как вы это воспринимаете? У меня есть ощущение, что вами эта ситуация воспринимается, как так, как будто вас сбросило. Вот, такое у меня ощущение, вот, как это возникло. что, вот, вы чувствуете себя брошенным, брошенным. То есть, переживаете вы, эээ, как бы, не столько из-за, из-за девочки самой, столько из-за того, эээ, что потеряли семью. Вот такое у меня, эээ, возникло чувство. Я могу, эээ, ошибаться? Конечно. А, вот. Но, мне почему-то, вот, показалось, эээ, так, что мы, что вы, вы, что вы, вот, именно, эээ, чувствуете себя в этой ситуации, покинутым, в большую степень. И это, эээ, в общем, серьёзная, проблема. Потому что это ваше ощущение, это ваше чувство, на, за которое вы не, вы не берёте ответственность, на, на себя. Дальше. Так. Эээ, я, их, кого, их поздно ссоры, вообще не узнаю. У меня, как ополчили совсем другие люди. Мама ей сказала, что у меня два брака, и что я в отцы кажусь. Хотя вне чем, девушку у нас мало заметно радует. Потом сказала, что вы все же от хочет сойти. Ну, мама здесь, такое вот впечатление, да, что она с одной стороны защищает. А, с другой стороны, она, эээ, вполне возможно, проложила руку. То есть, пока вы были в конфликте, она просто настраивала вас, девочку, против вас. Понимаю, что вы составляете ей, эээ, конкуренцию, в плане влияния на, эээ, девочку. А, обычая зять, скорее всего, он, не настолько, эээ, конкурирует с, эээ, ней, как вы, как вы. Вот. Эээ, дальше, что он может красиво, оступился, а эээ, скриневают, а не зимняя. Меня, как кипятком, а, как кипятком, ошпарило. Ну, давайте по подробнее, что значит. Вы родились мне замечательно, 20-30 раза, плюс ссоры, на пустом месте. Не бывает ссор на пустом месте, вы поймите. Не бывает. Ссор на пустом месте, вы поймите. Если вы ссорились, значит, эээ, скопились эмоции, скопились эмоции, которые прорвали ссоры. И у этого есть причина, почему вы ссорились. Вот с этими причинами вы не работаете. Обязательно. Это необходимо. О, так, с родителями не конфликтовал никогда, вел тактично, помогал, сказал, я хочу помириться с ними всеми, зачем выйти на контакт, поговорить лично, ну как? Ну, просто прийти и поговорить для начала, но вы же понимаете, что это не решит проблему, если вы не понимаете сами, из-за чего вы ссоритесь, то вы не можете наладить контакт со своей девочкой, если вы не чувствуете себя, то вы не можете почувствовать другого человека в Италии. Мне кажется, что здесь вы очень много полагаетесь на разум, а решает всего именно чувства, именно эмоции, вам нужно больше говорить о своих чувствах, своих переживаниях, вот такая вот история. Тут очень может быть, что вы просто прячете свои чувства, вы их подавляете, вот, заменяя, замещая семьей, но это так не работает, к сожалению, вот, поэтому ничего не получается у вас как раз-таки, вот. Так что здесь нужно именно, вот, разобраться вам с самим собой сначала, а дальше уже будет более понятно, как и что. Вполне вероятно, что разобравшись в себе, вам уже не так сильно, не так сильно будет хотеться мириться с кем-то, потому что вы же понимаете, что если люди не дают вам, во-первых, право на ошибку, если люди вас отталкивают, если есть хотя бы небольшая вероятность того, что девушка находится под влиянием у своей мамы, то ваши дальнейшие отношения невозможны без конфликтов. Конфликт глобально произошел, может быть, именно из-за того, что вы стали слишком близки к семье девушки, но вы не подходите ее семье, вы не подходите ее маме. И в том числе конфликт мог произойти из-за этого, но ваша ответственность это не отменяет вашу определенную эмоциональную слепоту это не отменяет его тоже. И поэтому вы сейчас слишком ориентированы на девушку, на ее семью, а ориентироваться вам нужно на себя в первую очередь. И только ориентировка на себя может помочь вам более, так сказать, целенаправленно корректировать свое поведение и быть более независимым. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.